О, мам, можете помочь? Ой, конечно, давай! Пошли, огурчики, потом картошку. Тоньше! Тоньше лезь! Кому говорят? Нет, давай! И кожуру тоньше, цветай! Она тут не овощная плантация! А это что за брёмно, а? Да всему у тебя учить надо? Тоньше лезь! И снова про ногти. Буду напомнить, что наступающий год это год свиньи. Вот тут их сразу пять. Одна большая свинья и четыре маленьких. Прямо как мои соседи сверху. В новогодних ногтях есть всё. Тут и Дед Мороз, и ёлка, и олень. Но это же всё бесполезно. Другое дело ногти свечей. Про анальные, наверное, лучше не шутить, да? Ими можно и закуривать, и от хулиганов обороняться, и волосы в носу опаливать. А вот это, казалось бы, просто ногти-гирлянды. А на самом деле садишься в машину, руку вот так вот, оп! И ты уже сотрудник полиции. Какой главный символ года? Кто-то скажет мандарины, но многие скажут шампусик. Ну и, конечно же, винишко. Винишко, которое всегда с собой. И салаты. Много-много-много салатов. Это, видимо, порция для тех, кто на диете. Чтобы кромсать эти салаты в любой удобной ситуации, ногти-терка. С такими ногтями главное, чтобы ничего не зачесалось. Но и ногти, за которые вы 1 января будете готовы дать все свои подарки, ногти-аспирин. Вот вам еще какающий кот. Это все мы в новогодние праздники. За расхищение государственного имущества вы приговариваетесь к высшей мере наказания. К расстрелу. Да не ел мне детские подарки. Клянусь. Приговор провести в исполнение. Посвящается всем тем, кто в Новый год не получил свой подарок. Опять конфеты и бренежилет спас. Дальше на одной из фотографий обсуждали мой живот. Вот эта фотография и вот что под ним было написано. Ну что, что даже живот-то не втянуло. Теперь все будут говорить, что ты беременная. С каких это пор? Живот, который выдается за плоскую поверхность, считается большим животом. Если даже незначительная выпуклость живота считается признаком беременности, у нас тогда 99% россиян беременны. Некоторые даже шестерней. Или сразу 22-летний мальчика. Нормальный женский живот это вот. Или вот. А вовсе не вот такой живот, на котором 6 или сколько там кубиков. Кубики, короче. Кто вообще нахрен сказал, что на твоем животе должно быть 8 галин бланок. Хватит срать всем голову и устраивать фитнес головного мозга, когда большинство девочек считают себя жирными, только потому, что их живот немножко более выпуклый, чем вот этот вот стол. Вы прослушали краткое содержание диалога фитнес-няш о том, что все, у кого есть хоть немножко жира, уродины. С приездом! Тебе конец. Тебе конец. С приедом! М Texas. Вд Вд Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И снова про ногти 2019 год уже наступил И вот этот маникюр нам как бы намекает, что мы можем оказаться в полной опе Опачке Но не будем о грустном, лучше обсудим, как мы можем развлечь себя зимой Если желание поехать в Куршавель есть, а денег нет, то вот же он Вот же он способ показать всем, что вы тоже можете себе позволить горнолыжный курорт А если вы умеете ходить на руках, то вот вам еще и коньки То-то на катке все удивятся Если же вы мастер спорта по диванному лежанию, то для вас тоже есть варианты Тут и алкоголь, и кальян, и сигареты, и остатки прошлогодних мандаринов Можно неспешно заняться вязанием Ну или разжечье по-взрослому Да-да, это то, что вы подумали Вот такие херовые ногти Мы за безопасный маникюр Да, не забываем наводить красоту Вот тут целая косметичка, которая всегда с собой Наконец-то пробники пригодились Утром вот так вот сделал И разбудил себя, и накрасился Если же вы к зиме полностью покрываетесь мехом Даже ногти, то не забываем про эпиляцию Ну и я не знала, как закончить ролик Поэтому вот вам курица несущие яйца Вы че, с ума сошли, что-то? Дед Мороз, Дед Мороз Мне подарочков принес Если стих я расскажу, то конфету получу Любовь, Любовь Павловна А ну прекратите, вы же взрослый человек Пошли Я тоже хочу конфету Это же корпоративное учреждение Конфета Любовь Павловна И че? И все, блин Я тебе покажу, кто в доме хозяин Поняла? Так обрубки свои убрал из холодильника Сядь лучше, помоги мне А тут ты попрежешь, а? Ну ты че такие куски-то огромные? Ты у меня в салат вредил когда-нибудь такой, а? Мам, давай я перейду Да уйди уже Помощник, а? Сама все сделаю Взрослый сын в доме, а? А помощи никакой Все сама, все сама Да, мам, я же тебе помогал, а? А ты голос-то на меня давай не повышай Вот это все, игры твои компьютеры Да, а че? Нет Вот как я говоришь Не покупай, учись Сынок, слушай, ну ты прости маму Она позоречилась Я немножко, но бывает, что нет Блин Вот у Машки, сын Наполеон сам готовит, а? А мой чего? Готово! Гуси, ну ты не так машину Пусть я салат давай-то делаю Я пойду в петерку Ну и салатик-то обалденный А, да, это Платоша сам приготовил Руки-то золотые у ребенка Молодец, племя Пятерка Девушка Покиньте аудиторию В сессию все верят в приметы Это что, пукзально издать? Надо еще химию с математикой Халява, приди! Мне так что-то слабовато Халява, приди! Да заткнись-то уже! На удачу Ушел, ушел Двадцать вторая билет Двадцать вторая билет Двадцать вторая билет Я приди на экзамене! Нет, мыться и менять одежду не будут Плохая примета Таким образом, основываясь на данных исследованиях Можно сделать вывод, что распространение языков Европейской части России Да, все, все, давайте зачетка До свидания А, Литвия, не забывайте, пусть проверим Открыть ворота, пожалуйста, откройте, а! Двадцать вторая билет Двадцать вторая билет